всем привет меня зовут Екатерина Васильева я тренер по фигурному катанию а также участвую сборок по фигурному катанию в городе Сочи я мастер спорта участница юниорского чемпионата мира также победитель чемпионата России среди юниоров в парном катании 2011 года я работаю тренером по фигурному катанию и хочу поделиться с вами своими знаниями и умениями сегодня мы поговорим с вами о вращении либела в основных ошибках а также методах их исправления обязательно досмотрите видео до конца уверена что вы для себя подчеркнете что-то интересное я как и все упражнения фигурным катания как и все элементы фигурным катания как ты думаешь чего начинается с наезда с правильного выполненного наезда смотри покажи пожалуйста наезд на либелу наезд на либелу и просто крестик и сидеть задáp functional сосуд Megab hong имп terrify да да я называл хорошо выполнен самые главные правила нас на есть передвали белой это скручивание тело самое главное правило это строит тело также нажать на ногу сесть обязательно проходить так после того как вы наезжаем. Мы должны и в третьей позиции ехать, толкнуться с опорной ноги, толкнуться и уже наехать на Либелу. Яна, за какой рукой мы должны ехать? За левой. Покажи, пожалуйста, как это будет. И за левой рукой вот. Отлично. Супер, молодец. Еще есть одна распространенная ошибка – это положение головы. Зачастую спортсмены держат голову либо вниз, либо сюда, направо, назад. Наша голова должна быть на наезде. Через левое плечо мы должны смотреть, и когда мы толкаемся в круг, мы также держим положение головы налево. А также, когда принимаем само положение Либелы, у нас голова чуть-чуть поворачивается влево. Ян, покажи, пожалуйста, как это правильно сделать. Посмотрите, он смотрит на левое. Поэтому ему проще держать положение тела и положение спины. Одна из грубых ошибок Либели в самом вращении – это то, что спортсмены уходят во время вращения на пятку, либо заваливаются слишком сильно в стороны. Следует обратить внимание на то, что вращение идет на передней части конька, а также центр тяжести должен быть над носочком. Есть одно очень хорошее упражнение. Нужно проехать в ласточке, назад, внутрь. Ян, покажи, пожалуйста, ласточку с перебежечкой здесь, назад, внутрь. Поехали. Разверни носочек. На этом упражнении спортсмен начинает потихоньку учиться контролировать положение своего веса над коньком. Также этого можно научиться побольше заниматься на полу над этим упражнением. Можно вращаться на спиннере, держаться на сферах, стоять в позиции ласточки, а также просто положение ласточки держать по 10-15-20 счетов. Еще есть одна очень грубая ошибка, это то, что спортсмены зачастую не держат спину во время вращения. Например, когда они встают, они могут уронить корпус и опустить ногу. Это неправильное положение. Правильное положение – это нужно закрепить спину и обязательно ее держать. Не разваливайся, держись. И ложись. Правильно сделай. Обязательно нужно ложись. И зачастую еще спортсмены, так как у них слабая спина, незакаченная, то им приходится, что они поднимают спину наверх. Во время ласточки они поднимают спину наверх. Это категорически нельзя. Нужно полностью лечь в положении лежа и при этом начинать прогибать спинку и поднимать ногу. Для этого я рекомендую вам укреплять мышцы спины. Есть одно очень хорошее упражнение для того, чтобы спортсмен на коньках научился держать спину в позиции либела. Яна, пойдем. Сюда. Входим. Походи. Встаем, держимся за бортик. Также поднимаем ногу. И прямо на коньках стараемся переносить вес над носочком и держать спинку. Подбородок обязательно вперед. Спинку мы прогибаем, ягодичные мышцы напрягаем, ножку разворачиваем, носочек вытягиваем. И стоим 10 счетов. Также стараемся контролировать свое положение конька и центр тяжести. Угу. Все хорошо. Еще одна из очень грубых ошибок по вращению в позиции либела – это завернутая нога. Зачастую дети, когда наезжают на вращение, не держат свою ногу, не напрягают спину и нога у них висит. Ну а точком вниз. Это категорически запрещается делать. Нога обязательно должна быть развернутой. Также нужно напрягать спину, родичные мышцы, поднимать ногу прямо вверх. Еще один из самых важных моментов в позиции либела – это въезд на левой ноге. То есть мы должны обязательно въезжать на ребре, доходить до носочка, нажать на шнурки и нажать на ребро. Ян, покажи, пожалуйста, въезд. Смотрите, он нажимает на ребро и четко дошел до носочка. Это ему позволяет вращаться на передней части конька без значительных колебаний. Итак, друзья, давайте подводить итоги. Мне бы хотелось обратить внимание на основные ключевые моменты в исполнении либела. Это скручивание тела на наезде. Положение головы на наезде и въезде на либелу. Это толчок в центр круга на наезде на либелу. Это нажим на опорную ногу при наезде. Это положение тела в позиции либела. А также это положение свободной ноги во время вращения. На самом деле, ошибок гораздо больше, чем я показала. Задавайте свои вопросы. Спрашивайте, какие возникают проблемы, возможно, у вас. Я постараюсь в следующем видео обязательно вам рассказать и показать, как исправить эти ошибки. Спасибо большое за просмотр. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы внизу. Всем удачи. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок